ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Часто бывают нокдауны. Кто-то закончит этот бой в нокауте, это так? Я не могу быть уверен, что кто-то закончит это. Все может быть, но это тот бой, когда ты заходишь в ринг, ты понимаешь, что либо ты, либо тебя. Поэтому все может быть. Надо просто быть готовым к этому. Вот и все. Я не могу сделать предпочтение на нокауте, но это точно один из этих боев, где он возьмет меня или я возьмет его. Если кто-то остался в борьбе, я думаю. Это сложно предпочтение на нокауте, но я думаю, что это будет один из этих боев. Все спарринги проходят замечательно. Уже снялись 3-4 спарринг-партнеров. Очень много спарринг-партнеров поменяли, потому что все идет, все прет, и спарринг-партнеры не выдерживают. То после первого спарринга снимаются, то после второго. То есть уходят, отказываются. Так что это говорит о том, что все идет, все хорошо, все здорово. Все идет очень хорошо. Я делаю все, чтобы победить эту борьбу. Я могу вам это сказать. Я знаю, что эта борьба означает для меня, и я сделаю все, чтобы быть victористым в борьбе. Как раз в тренинг-партнере, все идет хорошо. Мы прошли несколько спарринг-партнеров. Мы видели 4 спарринг-партнеров, которые пришли в кемпе и уехали, потому что они не могли поддерживать, и у них были проблемы с их телом. После того, как объявили этот бой, все его сильно ожидают. Это очень ожидаемый бой. Для тебя это так же, ты так же ждешь и надеешься, что он будет такой же, как и болельщики, думаю. Всю свою карьеру, каждый бой, я стремлюсь к этому бойу. Именно таких боев. То есть я не хочу избегать тяжелых и сильных соперников. Я иду осознанно к этому специально. Я прошу свою команду всех. И слава богу, что вот тот бой, который я хотел, он случился. То есть я очень доволен, я очень рад увидеть, я позитивен, я нисколько не подавлен. Я иду на это осознанно, на этот риск, на это все. То есть я этого хочу, это моя работа, это моя карьера. Я хочу что-то ставить, чтобы осталось после меня. Это история. Именно это останется в истории. Кто-то заработал, кто-то поистов, и тому подобное. Люди будут помнить, как я буду... Это те, кто-то, 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 кто-то. Это я буду ждать за всю мою карьеру. Это только мотивирует меня. Эти типы боевые мотивируют меня, и делают меня хотят сделать больше, чтобы победить. Мы знаем, что мы видели твою маму в рейссайде. Она действительно одна из твоих больших поддержек. Она будет проведена с тобой, для Рона, чтобы посмотреть в рейссайде. Это здорово, что вообще я сейчас нахожусь в то время, когда мы пришли к тому, что наконец-то мы получаем, зрители получают то, ради чего они любят бокс, что наконец-то совершаются те бои, которые они хотят. И приятно быть частью всего этого. Мне, конечно, приятно вообще участвовать в всем этом и быть одной из главных фигур этого всего. Конечно, здорово. Приятно видеться партийски каждый день с Мэнни. Я тренируюсь раньше, он после меня сразу тренируется. То есть мы с ним видим, здороваемся. И это, конечно, мотивирует. Это приятно, что мы сейчас, в данный момент, проходим одну из таких точек важных в своей карьере. Это мотивационный фактор, ты прав. Мне кажется, что есть такие старые в гиме. Мне кажется, что есть тренировка вокруг Мэнни. Я тренировал немного раньше, но я его вижу практически каждый день. Он имеет большую борьбу в жизни, и я имею большую борьбу в жизни. И мы видим друг друга, и поддерживаем друг друга. Это очень важно. Я рад, чтобы тренировать в этом гиме, чтобы тренировать с Фредди Роочем. И чтобы быть одним из главных бойцов в фредди стабле. Это мне кажется очень хорошо. Ты действительно из-за этих старых, которые тренируются в этом гиме. Так как ты один из звезд, который тренируется в этом зале, давал ли ты какие-то советы Мэнни в его бою? Я, наверное, не тот, кто может давать советы Мэнни. Мэнни – это все-таки величина. У него есть команда, у него есть Фредди. Те люди, которые специально рядом с ним, чтобы давать советы. Я абсолютно никто, чтобы ему давать советы. Поэтому нет, конечно. Самое главное, просто мне приятно его видеть. Я очень рад, мы с ним всегда, когда пересекаемся, вот уже команда его подъезжает. Видимся, здороваемся. Это приятно, здорово. Вообще, мне здорово знать и осознавать, что я знаком с этим великим человеком, что я к нему могу прийти в любое время, в раздевалку или еще кое-то, что для меня открыто, двери везде, могу с ним пообедать, поужинать. Это приятно. Это история, это классно. Даже просто ради этого момента стоило вообще столько всего этого пройти. Я не могу дать ответственность к Манни, как он должен бороться. Я нужна ответственность, как я должен бороться. Он на другой уровне. Он имеет большую борьбу. Он имеет отличный команду. И я думаю, что он будет дать ему лучший совет. Но для меня, это просто круто, чтобы быть знакомыми с Манни. Его команда сейчас приходит, как вы видите. Это просто круто, чтобы я приехал в его дроссинге, чтобы ехать с ним, видеть с ним и сказать «hello». Для меня, это еще одна причина для меня, чтобы быть в боксинге. Потому что для меня, он человек, который я смотрю, и он очень-очень хороший борьб. Поэтому это мне приятно, чтобы быть приятным и позитивным с ним, и это тоже мотивирует меня. Спасибо, Руслан. Добро пожаловать. Спасибо. Руслан, этот борьб имеет потенциал для того, чтобы быть борьбом этого года. Все это выбирает. Как вы готовы, психически и психически, для войны, которая может происходить на 18-е? Этот бой, предсказывают все, может стать боем года. Как ты готовишься психологически и физически к такой войне? Громких слов таких не будем пока говорить. Давайте дождемся боя, насчет боя года. Самое главное, что у меня очень хорошее настроение, я очень позитивен, я очень вдохновлен этим боем. Я этого жду. Видите, как из меня все прет, фонтанирую. То есть я, ну, на самом деле, я нахожусь в хорошей форме. Морально и физически, это самое главное. Потренировочный процесс проходит просто замечательно. То есть я уверен, что я выйду и выплесну все, что у меня будет там. Я дам то, что не важно, какой исход будет боя, но все получат то, ради чего придут. Конечно, я выйду только ради победы. То есть вот я так и готовлюсь. Я не хочу сделать предыдущие, что это будет борьбом этого года. Я верю, но мы вас поступили, что вы не знаете, знаете, как это произойдет. Поэтому мы не скажем глубине слова, пока оно произойдет. Но я ничего просто так считаю, что это очень позитивно. Я очень ск permitилсяastre для этой победы. Потренировка вендуют очень здорово. И я знаю, что, когда яrãockeю, я дам плюс-близоление натянных в Diskussion, чтобы Suggiat will. И Niger-б sustainability intuitively. Этот ф attack покрутит интереснее. Ведь мы все готовы, нам все можноянные, мы все готовы над этим перемешивать. Это так и полезнее. Так что я думаю, чтоkeln это приветствовать ф mutations. Я готова, чтобы сделать все это, чтобы победить. И без упражнения, как планируете тебя в течение утра? Не говоря много о твоем плане, если можешь что-то сказать по поводу того, как ты будешь драться в тот вечер. Но, в общем, все увидят то, ради чего придут. Этот бескомпромиссный, зрелищный бой. Это сложно для меня не давать слишком много. Все люди видели мои борьбы. И все будут видеть Руслан Проводникова в ринге. Все знают, как я борьбу. И я не могу борьбу в другую сторону. Это будет так, как это будет. Это будет бескомпромиссный борьб. И это я беру в ринг. Это будет бескомпромиссный борьб. Теперь, как вы видите этот борьбу? Все ожидает, что у тебя есть весомые руки в 140-литной дивизионе. Как вы думаете, что это будет происходить? Как ты думаешь, что этот бой закончится? Все ждут нокаута. Все знают, что у вас самые сильные удары в этой весовой категории. Как ты думаешь, что этот бой закончится? Ну, я не могу предсказывать свои бои, как он закончится. Я просто реалист. Я понимаю, что я могу быть тоже тем боксером, которого могут нокаутировать. То есть, надо к этому быть готовым просто. Я морально к этому готов. Если так случится, значит, так случилось. Значит, так сложилась судьба. От этого никуда. Но я не думаю об этом. Я просто выйду и буду драться так, как я умею. А там, как сложится. Вот и все. Я не управляю. Я не председаю борьбу. Кто знает, что будет происходить? Нише не узнать. Это боксер. Но я самый реалист, и я думаю, что что все возможно может произойти. Он может произойти. Я не попадая. Я не попаду. Я не думаю о том, что я впервые и все-таки, чтобы победить. Это будет то, что мы сделаем. Ты знаешь, как это происходит, стать чемпионером мира и встать титул. Ты найдешь новый вид мотивации, когда ты потерял WBO чемпионов, к Крису Алджери? Ты знаешь, как быть чемпионом мира и ты знаешь, что такое потерять титул. Нашел ли ты мотивацию новую после того, как потерял титул Алджери? Да, конечно. Конечно, именно после этого боя я понял то, что я хочу. У меня появилась новая мотивация. Я знаю сейчас, ради чего драться, я знаю, ради чего. Я вернулся снова, чтобы делать историю, чтобы снова стать чемпионом мира, чтобы быть лучшим. Если бы я выиграл этот бой, скорее всего, я бы завязал. Это была бы самая большая ошибка в моей карьере. Поэтому, проиграв этот бой, все, что не делся, делся к лучшему. И, наверное, слава богу, что так случилось. Потому что сейчас я пришел с новой мотивацией, я знаю, ради чего и зачем мне снова драться. Вот и все. Если бы я закончил мою карьеру, то, наверное, я бы сделал самый больший ошибок в моей жизни. Поэтому, для меня, я смотрю на это как участие, и я смотрю на это как часть моей карьеры, часть моей эксперименты. И я буду дать все сейчас, чтобы получить мою титул. Руслан, лучшие успехи с вами, апрель 18. Удачи тебе, 18. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!